Добрый день. Ваш лектор Ширгин Анатолий Павлович, доктор юридических наук профессора. Продолжим наши лекции по курсу административного права. Напомним, что нормы административного права регулируют широчайший круг общественных отношений с самым разнообразным его содержанием. Но, естественно, возникает вопрос, кто вступает в административно-правовые отношения, кто является носителем административно-правых прав и обязанностей. Для этого необходимо обратиться к категории «Субъект права». По общему правилу, субъект права – это тот, кто наделен юридическими нормами, совокупностью прав и обязанностей, которые отличают его от других субъектов права. Это может быть гражданин, это может быть организация, это может быть предприниматель, это может быть орган государственного управления. Для характеристики субъекта права особыми местами занимают два признака – социальный и юридический. Социальный признак определяет по существу персонификацию субъекта права, выступающего в определенных общественных отношениях. Это может быть и гражданин, военнослужащий, студент, орган управления и другие. Юридический признак определяет по существу юридическое лицо субъекта права, а именно, определяет совокупность тех прав и обязанностей, которыми наделен тот или иной субъект права. Субъекты административного права обладают всеми теми же признаками, что и любой субъект права, любой отрасли права. Вместе с тем, субъекты административного права обладают специфическими признаками, на которых следует остановиться. Что же из себя представляет понятие субъекты административного права? Субъекты административного права Это граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица безгражданства, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, администрация, предприятия, организации и другие. Вместе с тем, для характеристики субъектов права необходимо иметь в виду две основные системообразующие категории. Правоспособность и дееспособность. Под административной правовой способностью понимается способность субъекта права обладать определенными правами и обязанностями. Так гражданин обладает правом участвовать в выборах, в референдумах. Дееспособность переводит права и обязанности уже в плоскость реальных общественных отношений. Субъект права своими действиями приобретает соответствующие права и обязанности. Так гражданин имеет право управлять соответствующим видом транспорта, но для этого необходимо выполнить соответствующие установленные правом обязанности, сдать соответствующие экзамены, получить удостоверение на право управления транспортным средством. Поэтому еще раз подчеркну, что составляющими статус субъектов административного права являются два взаимосвязанных между собой признака. Это административно-правовая способность, способность иметь права и обязанности в публичной сфере, и административная дееспособность, способность осуществлять права и выполнять обязанности. Понятия субъекта административного права чрезвычайно разнообразны. Ими могут выступать различные субъекты, гражданин, органы исполнительной власти, президент, военнослужащий, общественные и религиозные организации и другие субъекты права. Причем необходимо подчеркнуть, что субъекты административного права обладают наиболее широким кругом прав и обязанностей. Это и неудивительно, поскольку они действуют в публичной сфере, когда субъекты права связаны с самыми различными, многообразными связями с другими обладателями прав и обязанностей. Поэтому, когда мы говорим о субъектах административного права, необходимо подчеркнуть не только самый широкий круг наличия обладателей административно-правовых прав и обязанностей, но и то, что субъекты административного права являются наиболее разнообразными по своему набору, по своей совокупности обладания тех или иных прав и обязанностей. Сопоставьте себе статус военнослужащего и статус студента, статус президента и статус религиозной организации. Как видите, широчайший круг прав и обязанностей обладают субъекты административного права. Говоря о субъектах административного права, необходимо иметь в виду, что в юридической литературе проводятся различные варианты классификации групп отдельных видов субъектов права. Одни авторы идут по пути перечня, другие авторы разграничивают группы субъектов права поддельным уровнем государственного управления, федеративный уровень, уровень субъектов федерации и так далее. Такие классификации имеют право на существование, но вместе с тем необходимо подчеркнуть, что все субъекты права можно практически подразделить на две большие группы, а именно физические лица и юридические лица. Физические лица тоже разнообразные по своему составу групп. Это и граждане, и иностранные граждане, лица безгражданства, военнослужащие, государственные служащие и так далее. Наиболее широкий круг представляет вторая группа субъектов административного права, в которую включаются коллективные органы государственного управления, правительства Российской Федерации, администрация субъектов Российской Федерации и другие. Особое место в системе субъектов административного права занимают физические лица. И среди них граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица безгражданства. Поэтому административно-правовая классификация физических лиц включает в себя граждан и лиц безгражданства. Граждане, в свою очередь, подразделяются на граждан Российской Федерации и граждане иностранных государств. Следует подчеркнуть, что при рассмотрении второго вопроса, посвященного административно-правовому статусу физических лиц, мы начинаем разговор именно с граждан Российской Федерации. Дело в том, что граждане Российской Федерации, в отличие от других физических лиц, обладают наибольшим комплексом прав и обязанностей, связанных прежде всего с наличием у них гражданства Российской Федерации. Поэтому при характеристике правового статуса гражданина Российской Федерации необходимо обратиться к федеральному закону от 31 мая 2002 года о гражданстве Российской Федерации. Конституция и названный федеральный закон определяет основу административно-правового статуса гражданина. Каковы же основные права граждан Российской Федерации, являющиеся составной частью их административно-правового статуса? Основные права граждан Российской Федерации, которые составляют основу административно-правового статуса, вытекают прежде всего из общего конституционного статуса гражданина Российской Федерации. К таким основным правам граждан относятся следующее. Право на свободу и личную неприкосновенность, право частной собственности, право на неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей части, своей чести и доброго имени. Необходимо подчеркнуть, что данные права являются не только декларативными конституционными правами, граждан, они гарантированы всей системой экономических, политических и других отношений нашего государства. Возьмем другую группу прав, граждан, образующих административно-правовой статус гражданина. Среди них особое место занимает право на передвижение. Причем право на передвижение как конституционное право, оно трансформируется в реальной жизни в том, что гражданин имеет право свободно передвигаться по территории Российской Федерации, выезжать за пределы Российской Федерации и свободно возвращаться обратно в Российскую Федерацию. Возьмем другое право гражданина, право на участие в управлении государством. Данное право является особо важным для характеристики административно-правового статуса гражданина, поскольку гражданин своим участием в выборах, в референдумах имеет право наказывать своим депутатам совершение соответствующих мер по улучшению жизненного благосостояния народа, благоустройства городов и так далее. Если мы возьмем право обращения гражданина в государственные органы и органы местного самоуправления, то здесь важно то, что административно-правовое законодательство устанавливает определенный порядок обращения гражданина в государственные органы, в органы местного самоуправления, и не только устанавливает такой порядок, но и действующие нормы административного законодательства обязывают соответствующих должностных лиц, принимать жалобы граждан, заявления, рассматривать их в установленные законом сроки и давать соответствующие решения. рассмотрим также еще одно из прав права на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Особое место среди прав образующих административно-правовой статус занимает право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Для этого действующее законодательство определяет порядок проведения таких массовых мероприятий не только устанавливает порядок, но и устанавливает ответственность тех лиц, которые препятствуют осуществлению гражданами этого конституционного права. Говоря об административно-правом статусе гражданина, следует подчеркнуть, что перечисленные конституционные права граждан, они преимущественно реализуются в нормах административного права. Так, гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Это конституционное право гражданина, но реализовать он его может только в рамках определенных нормами административного права, то есть получить соответствующее разрешение или лицензию на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для занятия таким видом деятельности. Поэтому еще раз следует подчеркнуть, что административно-правовой статус гражданина по существу переводит конституционные права граждан в реальную плоскость жизненных отношений по реализации этих прав и обязанностей. Граждане Российской Федерации, обладая общим конституционным статусом гражданина Российской Федерации, вместе с тем гражданином разнообразны по своему составу, и поэтому их юридическое разнообразие определяется тем положением той роли, которую они в данном случае выполняют. Гражданин может быть военнослужащим, может государственным служащим, может быть студентом, может быть рабочим, но вместе с тем он обладает общим правовым статусом гражданина. Но вот в этом разнообразии административно-правового статуса гражданина Российской Федерации необходимо выделить особую группу граждан, которые обладают соответствующими специфическими правами и обязанностями. К ним относятся субъекты, имеющие специальный статус. Специальный статус имеют субъекты административной опеки, то есть субъекты, которые по своим физическим, социальным или иным ситуациям не могут полностью реализовать свои права, инвалиды, несовершеннолетние. Далее субъекты разрешительной системы они обладают также специальным статусом. Возьмите, к примеру, водителя автомототранспорта. Он обладает специальным статусом, должен водитель соблюдать соответствующие установленные правила дорожного движения и так далее. Наконец, специальный статус характерен и для жителей с особым административно-правовым режимом. Кроме этого, специальным статусом следует отнести ряд других субъектов административного права. К ним относятся прежде всего военнослужащие и другие лица характер деятельности, который определяет их особый правовой статус. На них распространяется военное законодательство. Их статус определен специальным законом о статусе военнослужащего. Другим субъектом, обладающим специальным статусом, являются члены особых административно-правовых образований. Поясню, дело в том, что в Российской Федерации имеются закрытые административно-территориальные объединения, сокращенно зато. Их правовой статус определен специальным постановлением правительства. Для них характерен особый правовой режим, ограниченный доступ на данную территорию, особый порядок регистрации проживающих лиц и так далее. Рассмотрим одну из основных групп субъектов административного права, обладающих специальным статусом. Это субъекты административной опеки. Кто же к ним относится? Субъектом административной опеки относятся физические лица, такие как безработные, инвалиды, дети-сироты, инвалиды и участники отечественной войны и других боевых действий. поясню на примере в чем же заключается особый административно-правовой статус инвалида в соответствии с федеральным законом об инвалидах Российской Федерации лицам признанным в соответствии с установленным порядком инвалидами предоставляется ряд льгот, в том числе льготы по проезду на транспорте, льготы по устройству своего личного автомобиля на территории прилегающей к его месту жительства и ряд других. К субъектам административной опеки относятся также ряд других лиц, такие как ветераны труда и военные службы, представители иных категорий граждан. Кроме этого, к субъектам административного права в настоящее время, к сожалению, относится довольно-таки широкая группа граждан, такие как вынужденные переселенцы, беженцы. данные категории граждан являются менее социально защищенными, для них установлены соответствующие льготы по устройству на работу, льготы по приобретению жилья и ряд других льгот. Говоря о административно-правом статусе гражданина, следует подчеркнуть еще раз, что гражданин Российской Федерации обладает общим административно-правым статусом, вытекающим из его конституционных прав и обязанностей и, наконец, граждане Российской Федерации, обладающие особым или специальным административно-правом статусе, о котором только что сейчас шла речь. Другой группой физических лиц, являющихся субъектами административного права, являются иностранные граждане. При характеристике этой группы субъектов административного права необходимо обратиться прежде всего к Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации, обладают правами и обязанностями наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением в случаях, установленных федеральным законом или международно-правовым договором. Что имеется ввиду? Имеется ввиду, что федеральный закон устанавливает определенные ограничения для иностранных граждан. Так, они не имеют права проходить военную службу в вооруженных силах, занимать целый ряд государственных должностей и так далее. Детальное нормативное закрепление административно-правового статуса иностранных граждан содержится в федеральном законе от 25 июля 2001 года Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Хочу обратить особое внимание на данный нормативный акт. федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации существенно скорректировал административно-правовой статус гражданина, иностранного гражданина, находящегося в Российской Федерации. Данный федеральный закон выделяет следующие категории иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации. К ним могут относиться постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации граждане, и временно пребывающие на территории Российской Федерации. Важно подчеркнуть, что отнесение иностранного гражданина к той или иной группе иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, существенно меняет их административно-правовой статус. Так, граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, могут находиться непродолжительное время, время, в нашей стране, обязаны зарегистрироваться, пребывать только в тот пункт, в который обозначен в их въездной визе или в других соответствующих документах. если же мы обратимся к другой группе, временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане, то эта группа обладает уже большим объемом полномочий, а не вправе нанимать соответствующие жилье, заниматься трудовой деятельностью, но вместе с тем они обязаны получить для этого соответствующий документ, а именно разрешение на временное проживание. И, наконец, третья группа иностранных граждан, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, эта группа обладает большими правами по сравнению с первыми двумя группами иностранных граждан, но для этого они не должны получить в установленном законном порядке вид на жительство. Вид на жительство дает право для постоянного проживания иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Необходимо сказать, что вид на жительство является не только документом для подтверждения права на постоянное проживание в Российской Федерации лиц без гражданства, но для лиц без гражданства вид на жительство является одновременно и удостоверением личности. Поскольку мы затронули данную группу физических лиц, следует пояснить, что в отличие от иностранных граждан, которые имеют документальное подтверждение гражданства или подданства другого государства лица без гражданства это физические лица не имеющие гражданства Российской Федерации и не обладающие гражданством другого государства. Это особая группа субъектов административного права. Она по своему статусу приближается к иностранным гражданам, но защита прав и обязанностей со стороны другого государства здесь уже исключается, поскольку данный гражданин не является гражданином другого государства, у него нет правовой связи с другим государством. Следует обратить внимание также на то, что расширение связи с другими государствами, расширение возможностей передвижения по нашей по нашей стране иностранных граждан и лиц безгражданства привели к большому количеству въезжающих и выезжающих иностранных граждан и лиц безгражданства в Российскую Федерацию и из нее. Особая группа иностранных граждан, которая получила в законе, в федеральном законе от 22 июля 2002 года свое закрепление являются иностранные рабочие. Ранее наша правовая система не знала такого понятия. необходимо обратить внимание на эту новеллу нашего законодательства. В чем она состоит? Иностранный гражданин, который носит статус иностранного рабочего, должен получить соответствующее разрешение на занятие трудовой деятельностью. государство устанавливает особый порядок привлечения рабочей силы из других государств. Правительство Российской Федерации устанавливает квоты на соответствующее количество иностранных граждан, которые может пригласить к себе тот или иной субъект Российской Федерации исходя из потребностей в рабочей силе, исходя из занятости населения коренного в данном субъекте Российской Федерации. Работодатель, который приглашает иностранного гражданина на работу, обязан также получить соответствующее на то разрешение. Если он нарушает такое правило, то его могут привлечь к административной ответственности. И наконец, иностранные граждане и лица безгражданства являются специальными субъектами административной ответственности. Кроме того, что они наравне с гражданами Российской Федерации за совершение административных правонарушений могут быть привлечены к административной ответственности. Данная категория субъектов административного права несет особые обязанности, вытекающие из их правового положения. А именно, иностранный гражданин обязан соблюдать правила пребывания на территории Российской Федерации, своевременно зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания, сообщать органам внутренних дел об изменениях своего места жительства и целый ряд других. В том числе иностранные граждане не вправе посещать без специального разрешения территории, закрытые для посещения иностранных граждан. перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для передвижения иностранных граждан утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 1992 года. Подчеркну, что данный перечень постоянно корректируется с учетом интересов безопасности нашего государства и поэтому данный перечень доводится до сведения иностранных граждан, которые прибывают в наше государство. иностранный гражданин нарушает правила пребывания на территории Российской Федерации, он может быть привлечен к ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом безгражданства режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Особый правовой статус данных лиц породил и особые меры административного наказания, применяемые к данной категории лиц. К ним может быть применен он не только административный штраф, но и такая суровая мера административного наказания, как административное выдворение за пределы Российской Федерации. Напомню, что в соответствии с Конституцией гражданин Российской Федерации не может быть выдворен из своей страны. Следующую большую группу субъектов административного права составляют органы исполнительной власти Российской Федерации. Рассмотрим третий вопрос. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. Несколько предварительных замечаний. Органы исполнительной власти занимают особое место в системе субъектов административного права. Это обусловлено тем, что они являются составной составной честью государственного механизма обладают государственно-властными полномочиями, то есть теми правами, которыми не обладает ни один из субъектов административного права. что же из себя представляет орган исполнительной власти? Существует несколько определений данного субъекта административного права, приведу наиболее распространенное. Орган исполнительной власти это политическое учреждение, созданное для осуществления функций государственного управления и наделенной в этих целях полномочиями государственно-властного характера. Еще раз подчеркну основные признаки органа исполнительной власти. это составная обособленная часть государственного механизма, то есть либо правительство или мэр города. Это политическое учреждение, поскольку входит в состав политической организации государства. орган исполнительной власти наделен государственно-властными полномочиями, то есть имеет право давать соответствующие распоряжения. Распорядительский характер отличает данный субъект права от других субъектов административного права. Какова же система органов исполнительной власти в Российской Федерации? Данная система слагается из двух основных больших блоков. во-первых, в нее входят федеральные органы исполнительной власти. И вторая группа это органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Что же относится к федеральным органам исполнительной власти? Система федеральных органов исполнительной власти слагается из следующих основных блоков. Во-первых, в нее входит правительство Российской Федерации, федеральные министерства, государственные комиссии, государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии Российской Федерации. Продолжим этот перечень. Кроме этого, данную систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные службы России, российские агентства, федеральные надзоры и иные федеральные органы исполнительной власти. Остановимся прежде всего на основных блоках федеральных органов исполнительной власти. Возглавляет данную систему правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации осуществляет руководство органами государственного управления в нашей стране. Оно состоит из федеральных министров. Необходимо подчеркнуть, что ранее до Конституции Российской Федерации 1993 года в состав правительства входили и председатели государственных комитетов и других руководителей федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время правительство Российской Федерации входят только руководители федеральных министерств, то есть федеральные министры. Возглавляет правительство Российской Федерации председатель правительства председатель правительства министры назначаются президентом председатель правительства назначается президентом по согласованию с Государственной Думой. Особое место в системе федеральных органов исполнительной власти занимает Министерство Российской Федерации. В настоящее время существенно скорректирована структура федеральных органов исполнительной власти необходимо иметь в виду, что структура федеральных органов исполнительной власти утверждается указом президента Российской Федерации. Действующая структура федеральных органов исполнительной власти утверждена указом президента Российской Федерации От 17 мая 2000 года. К ним относятся Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Министерство внутренних дел, Министерство внутренних имущественных отношений, МЧС, Министерство по антимонопольной политике и поддержке. Предпринимательство, Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство образования Российской Федерации. Продолжим перечень данных министерств. К федеральным министерствам относятся также и другие министерства. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, путей сообщения, Министерство труда и социального развития, Министерство по связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики, транспорта иностранных дел, культуры, промышленности, науки и технологий, Министерство обороны. В состав правительства входят также и Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации. Более детальное рассмотрение министерств мы с вами постараемся раскрыть. При ознакомлении с особенностями управления, отдельными отраслями управления в области обороны, в области экономики, в области образования, Тогда мы рассмотрим более подробно правовой статус названных министерств. Кроме министерств, к федеральным органам исполнительной власти относятся государственные комитеты. Необходимо подчеркнуть, что государственные комитеты обладают широким кругом полномочий по управлению в соответствующей сфере деятельности. Необходимо иметь в виду, что государственные комитеты не остаются также неизменными. В настоящее время перечень государственных комитетов был пополнен новым государственным образованием, а именно Государственным комитетом Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Создание такого комитета продиктовано необходимостью противостояния наркотической угрозе, которая существует в настоящее время для Российской Федерации. В состав федеральных органов исполнительной власти входят также федеральные комиссии, такие как Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Федеральная энергетическая комиссия. Данные комиссии обладают значительными разрешительными и надзорными полномочиями в соответствующих сферах деятельности. Так, например, энергетическая комиссия выдает соответствующее разрешение на эксплуатацию объектов энергетики и так далее. В состав федеральных органов исполнительной власти входят также федеральные службы. Федеральные службы, к ним относятся такие, как служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации. На этой службе необходимо остановиться особо. Дело в том, что данная служба преобразовывалась несколько раз со времени образования Российской Федерации. И в настоящее время в состав федеральной службы безопасности вновь возвращены пограничные войска. Ранее, до настоящего года, они были выделены в отдельную федеральную службу. Особое место в федеральных службах занимает служба по финансовому оздоровлению и банкротству. Это новый совершенно орган для нашего государственного механизма. Его полномочия ориентированы прежде всего на оздоровление финансовой обстановки в стране, контроль за незаконным или теневым оборотом денежных средств. Кроме этого, данная федеральная служба является надзорным органом в области банкротства предприятий и организации, чтобы банкротство осуществлялось в соответствии с действующим законодательством. В состав федеральных органов исполнительной власти входят также российские агентства, такие как агентства по боеприпасам, посудоустроению, по патентам и товарным знаком и другие. И, наконец, федеральные надзоры. В структуре федеральных органов исполнительной власти существует в настоящее время два федеральных надзора. Федеральный горный и промышленный надзор России и Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности. Если Федеральный горный и промышленный надзор осуществляет надзорные, разрешительные и юрисдикционные полномочия в сфере обеспечения безопасности промышленности в энергетике, то второй вид надзора осуществляет надзорные, разрешительные и юрисдикционные полномочия в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и, в первую очередь, надзор за деятельностью ядерных и радиационных объектов. К иным федеральным органам исполнительной власти относятся обеспечительные структуры, такие как главное управление специальных программ президентом, управление делами президента Российской Федерации и другие. Особое место среди них занимает управление делами президента Российской Федерации, которое является рабочим аппаратом президента, подготавливающим ему материалы и проекты соответствующих решений. Вторая группа органов исполнительной власти – это органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Говоря об этой группе, следует подчеркнуть две особенности. Первое состоит в том, что наименование, статус и полномочия субъекта исполнительной власти, субъекта Российской Федерации определяется конституциями субъектов Российской Федерации или уставами субъектов Российской Федерации. То есть в самих статутных главных нормативных актах субъектов Российской Федерации определяется и само наименование, и основа правового статуса его администрации. Вторая особенность связана с первой и состоит в том, что в конституциях субъектов Российской Федерации или в уставах субъектов Российской Федерации нет единства в наименовании того органа или должностного лица, который осуществляет функции исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В одних субъектах Российской Федерации он именуется председателем правительства, субъекта Российской Федерации, в других он именуется мэром города, так, например, в столице нашего государства исполнительную власть осуществляет мэр города, избираемый населением Москвы. В третьих субъектах это должностное лицо именуется главой администрации субъекта Российской Федерации. Но, несмотря на такое разнообразие, можно выделить то общее, что характерно для данной группы органов исполнительной власти. Они осуществляют функции государственного управления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, обладают комплексом необходимых для этого прав и обязанностей, определяемых в конституциях или в уставах субъектов Российской Федерации. Мы назвали лишь основные группы субъектов административного права. Напомню еще раз, к ним относятся физические лица и коллективные образования. К первым относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Ко вторым относятся в первую очередь органы исполнительной власти Российской Федерации и органы исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. Но этим система субъектов административного права не исчерпывается. К субъектам административного права относятся также и другие субъекты, обладающие административной право-идееспособностью. К ним относятся в первую очередь администрация, предприятия и учреждения, руководители соответствующих объединений, организаций, которые осуществляют управление внутри своего образования, то есть учреждения, организаций, предприятия. И они же выступают субъектом административного права во внешних отношениях. Поясню на примере. Руководитель предприятия не только представляет интересы своего предприятия, он обязан обеспечивать безопасность труда, соблюдение правил безопасности на своем предприятии, проводить соответствующие мероприятия. И инспекция. Трудовая инспекция имеет право контролировать соблюдение таких правил. И уже руководитель предприятия вступает в административно-правовые отношения вовне с другим субъектом административного права, не находящегося в системе данного предприятия и организации и не подчиненного ему непосредственно. Особая роль в осуществлении исполнительной власти принадлежит президенту Российской Федерации. Перейдем к рассмотрению четвертого вопроса нашей темы президент Российской Федерации и исполнительная власть. Правовой статус президента Российской Федерации является своеобразным. Дело в том, что президент в Конституции Российской Федерации 1993 года не отнесен ни к одной из трех ветвей власти, существующей в нашем государстве. То есть, ни к законодательной, ни к судебной, ни к исполнителям. В отличие от Конституции Соединенных Штатов Америки, президент не является руководителем исполнительной власти. По Конституции он является главой государства и гарантом и гарантом обеспечения Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, роль президента в формировании в руководстве исполнительной власти чрезвычайно широка. Это дает основания для вывода о том, что президент наряду с общим своим конституционным статусом обладает также и административно правовым статусом, является субъектом административного права. Каковы же основные полномочия президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти? Президент Российской Федерации имеет право назначать согласие Государственной Думы правительства Российской Федерации принимать решение об отставке правительства назначать на должность и освобождает от должности по предложению председателя правительства его заместителей федеральных министров имеет право председательствовать на заседаниях правительства. Кроме этого он обладает также широкими правами по корректировке действий и решений других органов исполнительной власти. Так ему предоставлено право приостанавливать действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации и федеральным законам или международным обязательствам. Данное право имеет особое значение поскольку как свидетельствует существующая нормативная практика субъектов Российской Федерации администрации Российской Федерации субъектов Российской Федерации нередко издают распоряжения или издают нормативные акты которые не соответствуют конституционным требованиям или противоречат федеральным законам. В этом случае президент праве приостановить действие такого акта. К другим полномочиям президента относятся также право отмены постановлений и распоряжений правительства. В этом случае постановления и распоряжения правительства признаются недействующими. Он вправе назначать и освобождать полномочных представителей президента Российской Федерации назначать и освобождать высшее командование вооруженных сил Российской Федерации. Остановимся немножко подробнее на полномочных представителях президента. В настоящее время Российской Федерации создано восемь федеральных округов. И для координации деятельности субъектов Российской Федерации, входящих в данный федеральный округ, для контроля за исполнением законодательства, за исполнением программ федеральных распоряжений указов президента, назначается в каждый из федеральных округов полномочный представитель президента. полномочный представитель президента не вмешивается в оперативную деятельность соответствующих органов исполнительной власти субъектов федерации, но вместе с тем данный полномочный представитель имеет право потребовать соблюдение законодательства при решении того или иного вопроса. И если не соблюдается какое-то распоряжение президента, он информирует президента о таком случае, принимает меры к тому, чтобы такое решение не имело место в действительности не было проведено в жизни. Кроме этого, президент Российской Федерации обладает широкими полномочиями и в сфере внешних отношений. Он не только представляет Российскую Федерацию во вне, подписывает соответствующие договора, он также вправе назначать и отзывать после консультации соответствующими комиссиями и комитетами Федерального Собрания дипломатических представителей России в иностранных государствах и международных организациях. То есть дипломатический представитель это политическая важная фигура, которая представляет интересы нашего государства за рубежом, назначается президентом. Кроме этого, следует особо подчеркнуть, что президент обладает значительными полномочиями по руководству определенными структурами федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с Конституцией и действующим законодательством президент руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращение чрезвычайных ситуаций ликвидации последствий стихийных бедствий утверждает по представлению председателя правительства положение о них и назначает их руководителей. Давайте сопоставим данные федеральные структуры с другими частями механизма федеральных органов исполнительной власти. Например, положение о министерстве образования утверждает правительство. Положение о МВД, положение Федеральной Службе Безопасности, МЧС и других силовых структур утверждает исключительно президент. Кроме этого, президент не только утверждает положение о данных федеральных структурах исполнительной власти, он непосредственно осуществляет руководство ими, назначает министров этих ведомств, министерств и ведомств и их заместителей. Ему непосредственно в настоящее время подчинены следующие федеральные органы исполнительной власти, руководство которыми осуществляет только сам непосредственно президент. К ним относятся Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации. Нетрудно определить, что данный блок министерств является по существу политическим основополагающим блоком федеральных федеральных органов исполнительной власти. И не случайно к ведению президента отнесены отнесено руководство данными силовыми структурами. федерации заканчивая лекцию о субъектах административного права, подчеркнем еще раз, что круг этих субъектов весьма разнообразен. Кроме этого, данные субъекты обладают различным административно-правовым статусом, что позволяет им реализовать те или иные потребности соответствующих административно-правовых отношениях. При подготовке по данной теме необходимо для контроля обратиться к следующим вопросам для самопроверки. Во-первых, каков правовой статус субъектов административного права, их административного права и способность и дееспособность. Второй вопрос об административно-правовом статусе гражданина Российской Федерации. Третий вопрос. Расскажите об административно-правовом статусе иностранного гражданина и лиц безгражданства. Наконец, вопросы о системе органов исполнительной власти, о полномочиях президента в сфере исполнительной власти, а также об административно-правовом статусе органов местного самоуправления. Благодарю за внимание. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok